Ничего личного, только бизнес. Меры поддержки малого и среднего предпринимательства стали центральной темой чередного заседания регионального правительства. Малый бизнес в Ивановской области представлен более чем 40 тысячами субъектов предпринимательской деятельности. В 2016 году этот показатель увеличился еще на 5%. На таких предприятиях трудится более четверти от общей численности работников, занятых в экономике региона. Отраслевая структура малого и среднего бизнеса по итогам бизнес-переписи существенных изменений не претерпела. Наибольший удельный вес, как и в прошлые годы, традиционно пришелся на сферу торговли – более 37% и сферу операции с недвижимым имуществом аренды и предоставления услуг – более 20%. Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями без микропредприятий индивидуальных предпринимателей, по предварительным данным Росстата, в 2016 году составил 164 миллиарда рублей или плюс 17% к уровню прошлого года. Оборот средних предприятий, по данным Росстата, в 2016 году составил почти 30 миллиардов рублей. Динамика плюс 29%. Чтобы малый и средний бизнес развивался, создавал новые рабочие места и приносил пользу областному бюджету, его нужно поддерживать. Для этого предусмотрен целый арсенал мер. На региональном уровне важнейшим инструментом поддержки является подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства, государственные программы экономического развития и инновационной экономики Ивановской области, в рамках которой оказывается финансовая поддержка с объектом предпринимательства. Финансовое наполнение подпрограммы формируется за счет средств как регионального, так и федерального бюджета, за счет субсидий на поддержку предпринимателей, предоставляемых по линии Минэкономразвития Российской Федерации. Стимулируют предпринимателей и налоговые преференции, например, упрощенная система налогообложения. А для впервые зарегистрированных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах предусмотрены налоговые каникулы. Однако для привлечения молодежи в бизнес этого недостаточно, потому и создана федеральная программа «Ты предприниматель». Работа ведется по трем модулям. Первый – это выбор предпринимательными потенциальными ниши, в которые они себя видят, обучение их основам маркетинга, ну и также рассказ о правовых и налоговых вопросах ведения деятельности. Третий этап – это сопровождение деятельности молодых предпринимателей, проведение консультаций, оказание бизнес-слуг участникам программы на льготных условиях или для некоторой категории это будет проходить совершенно бесплатно. На участие в проекте уже поступило более 300 заявок от ивановцев в возрасте до 30 лет. Итогом реализации программы в нашем регионе должно стать создание не менее 40 субъектов малого и среднего предпринимательства, идей, превращенных в реальный бизнес. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.